Праздничная молитва и проповедь прошли утром в Джума-мечете. После намаза верующие по традиции принесли в жертву животное и раздали мясо нуждающимся, а также соседям, родным и близким. Наш корреспондент Мухаммад Умаров расскажет подробнее. В Джума-мечете с самого утра звучит праздничный тагбир. Он знаменует наступление Курбан-Байрама. Верующие собрались для совершения праздничного намаза. В проповеди имам напомнил верующим о достоинствах и важности этого праздника и призывал выбирать для совершения обряда жертвоприношения здоровых и полноценных животных. Совершив этот намаз, верующие расходятся, поздравляя друг друга с наступлением великого праздника Курбан-Байрам. В хадисе пророка, салли Аллаху алейкум, об этом дне говорится. После молитвы верующие отправились на площадки для жертвоприношения. В этом году в Махачкале созданы три локации для исполнения религиозного обряда. В районе ипподрома, духовного центра и севера Махачкалы. Здесь, на территории конно-спортивного комплекса, размещена площадка для совершения обряда жертвоприношения. Придя сюда, мусульмане смогут самостоятельно выбрать жертвенное животное и заколоть его по нормам ислама. Всего в этих загонах более 4000 баранов. Все они прошли предварительное ветеринарное обследование. Любой человек, придя сюда, купив животное, может даже забрать к себе домой, дома порезать, разделывать и раздать мясо желающим бедным людям, несостоятельным. Также имеется возможность порезать животное здесь на месте. Здесь же его разделывают. И есть возможность оставить часть мяса бедным, несостоятельным людям. Этим занимается у нас благотворительный фонд «Инсан». И также есть возможность забрать часть мяса к себе. На территории работает кафе, где бесплатно кормят всех желающих. Для посетителей приготовлен вкусный плов и чай. Ибрагим Гаджи Ибрагим Гаджиев сегодня пришел, чтобы выбрать барашку для жертвоприношения. Кошелек не обетнеет у того человека, который порежет барана и отдаст на бедному человеку, так как пророк саллилосом говорит, не обетнеет тот человек, кто делает садаха. Ибрагим Гаджиев пришел со своим сыном Адамом. Так он воспитывает в нем традиции и нормы ислама. Вместе они выбрали подходящую барашку и приобрели ее по доступной цене. Одну треть сейчас, иншалла, отдам адреса или фонд Инстан, здесь кто есть. Две трети забираю и, получается, соседям туда-сюда тоже раздать одну треть. И дальше, получается, одну треть остается, чтобы люди кушали и так далее, приходили в гости. Локации жертвоприношения будут функционировать в течение дня праздника и трех дней Ташлика. Так у верующих будет достаточно времени, чтобы успеть совершить обряд жертвоприношения в честь праздника Курбан-Байрам. Мухаммад Амаров, Ибрагим Магомедов, Исуп Гадзи Амаров. Время новостей.